Ну а прямо сегодня вы просто будете в шоке, потому что я зашел на один из самых первых созданных аккаунтов стендов 2, и там была полная! Ну а чтобы получить данный замечательный аккаунт РТЖ Хантер, первое, что тебе надо сделать, поставить лайк и подписаться на мой канал прямо сейчас. Во-вторых, посмотреть все это видео без перемоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твою айди. Как обычно, залетаем на G-стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые три скина вы получаете бесплатно при выполнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Всем нужны ссылочки, есть в описании. Также при выполнении вводи мой промокод и получай 35% выполнения обратно. Здарова всем, ребята, кент пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на один из самых первых аккаунтов стендов 2. Просто посмотрите на вот это айди. Там не просто единичка, а вторая цифра 0. Это означает то, что это реально один из самых первых аккаунтов стендов 2. Чтобы понимали, автор данного аккаунта, он играл даже в стендов 1. Это просто лютый трэш, потому что этому аккаунту более трех лет. Ну что же, и первое, на что я хотел бы обратить внимание, это звание Silver 4. Очень странно то, что игрок играет более трех лет стендов, но при этом у него такой низкий ранг. А вся причина в том, что он уже вырос. Чтобы понимали, владелец данного аккаунта, он уже взрослый, и он уже очень редко играет в стендов, поэтому у него такое маленькое звание. И мне очень повезло то, что он дал мне свой аккаунт. Давайте-ка мы прямо сейчас оценим по десятибалльной шкале, насколько он нуб. КД 0.38. Ну, ребята, это просто фиаско. Это реально очень маленькая КД, братуха, мне тебя жаль. Процент побед 14%? Это как так-то? Из 6, из 7 игр он выиграл только один раз. Блин, братан, походу тебе реально надо сыграть вместе со мной. Так что, если вам нужны услуги буста без щитов, обращайтесь к кенту. 100 голды, и я подниму ваши звания. Или опущу. Ну что же, смотрим дальше. Давайте-ка, ребят, посмотрим, какая же у него была игра в первом сезоне. В первом сезоне у него вообще даже нету калибровки. То есть, это означает то, что парень реально играет очень редко, потому что он просто взрослый и стендов ему не интересен. Так, смотрим. Общая статистика, какой же у него онлайн? Онлайн 42 часа? Мужик, ты серьезно? А что такой маленький онлайн? Ёлки-то палки. А давайте посмотрим, как же он играет в истории матчей. А вдруг это просто команда? Ну, вов, ему мешает нормально играть. Давайте, ребят, смотрим. Как же он играет? Он играет 7-13. Ну, в принципе, ребят, не все так плохо. Он учил вообще все по нулям. Так, смотрим дальше. Как играл он в этой игре? А тут он играл 3-12. Ну, короче, ребят, как я понял, обращайся к Бустукинта. К сожалению, он играет так себе. Примерно по 10-ти балльной шкале на пятерочку. Ну что же, это вы понимаете то, что с онлайном 40 часов у него вряд ли будет какой-либо клан. Да, ребята, у него нету клана. А есть ли у него друзья? Друзей у него реально очень мало. Всего лишь четверо друзей. Ёлки-палки. Ну, я его прекрасно понимаю. Кто нахрен в 22 года будет играть с тобой в стендов, кроме Кента ПК? Да никто. Смотрим сообщения. Сообщений тоже нету. Блин, братан. Ну, ребят, ну напишите ему хоть что-то. А то что-то вообще сильно скучно. Ну что же, я прекрасно понимаю то, что вы все хотите увидеть, какой же у него инвентарь. Я, ребята, сам хочу. Ну как, я уже видел. Я ему даже уже купил 10 кейсов. Ну что же, погнали прямо сейчас смотреть. А Халай Махалай, это его инвентарь. Что у него по ножам? Флипкнайф, Драгон Глаз, ну, неплохой выбор. А у МГенезис даже с брелком. М4 Самурай тоже с брелком. А КР Некромансер, то есть парень выкупает какие-то скины крутые, какие-то скины не крутые. И у него довольно-таки неплохой инвентарь. То есть, если бы у меня было примерно несколько тысяч голды, я себе собрал бы такой же самый инвентарь. Потому что, как по мне, он очень даже неплохой. Единственное, что я не понимаю, а зачем ему эти анкомонки? Что же это такое? А это, скорее всего, Ориджин... Да, да, это Ориджин Коллекция. Это самая первая коллекция в Стэндов 2. Значит, скорее всего, он купил эти скины когда-то очень давно, когда он только создал аккаунт. Эти скины, возможно, тогда были очень дорогие. Но сейчас они стоят вообще полную пыль 0.27 голды. Поэтому, братан, ёлки-палки, зачем тебе так много дешёвых анкомонок из Ориджин Коллекции? Ребят, тут вообще 0.09. Я отвечаю, он по-любому купил все эти скины очень давно, когда они были дорогими и они реально считались крутыми. Ну, а сейчас это просто полнейший мусор. Ну, а прямо сейчас будет небольшой инсайт. Парень на этом аккаунте ни разу в жизни не открывал кейсы. Потому что, как он мне сказал, он уже взрослый. И он понимает, что кейсы с Стэндови, они не окупаются. И он просто взял и покупал все скины, которые ему нравились. Поэтому прямо сегодня мы попытаемся опровергнуть данный миф. Я ему купил 10 кейсов и посмотрим, что же ему выпадет. Тем более, учитывая то, что он ни разу в жизни не открывал кейсы на этом аккаунте, вполне вероятно то, что ему повезёт. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Ну что же, открываем Скорпиан Коллекцию. Возможно, прямо сейчас ему выбегут крутую Аркану и он начнёт играть гораздо чаще в Стэндов. Ну что же, полетели. Скорпиан Кейс, ну пожалуйста, ну для Олдфага. Ну, это нормально. Это разве нормально? 5 стэн в рейс, это нормально. Мне кажется, после такой прокачки инвентаря он вообще забудет, что такое Стэндов. Так, ребят, всё, давайте. Не расслабляем булочки. Открываем дальше. А так, давайте сейчас мы откроем Фэйбл Кейс. Я уверен, что если ему выпадет нож бабочка, он скажет, Стэндов, я тебя люблю, я буду у тебя играть каждый день. Так что, ребят, ну однозначно пробустим её. Конечно, я не верю в бусты, но, ребят, ну мало ли, мало ли, мало ли, мало ли. И что же нам выпадает? F-Info Tactical. Да ты что, понимаешь, понял, принял. Заши, бумба. Так, ребят, а давайте-ка мы откроем Фэйбл Кейс. Ну а вдруг, а вдруг Керамбит и Котик Керамбит Драгон Глэс. Просто представьте, как же он был брат. У него тем более скин тоже Драгон Глэс, только Флэп Найф нож. Ну а вдруг Драгон Глэс? Ну а мало ли, хэштег Драгон Глэс парню и... Фома Сбигл. Я скажу так, радует только одно. То, что это Статрек и то, что это Эпик. Ну, хотя бы спасибо из-за этого. Нам выпадают пока что только Эпики. То есть нам выпало три Эпика. Дальше нам должно выпасть три легендарки. А дальше нам должно выпасть три ножа. Окей, понимаю. Так, Райвл Кейсик. Вот Райвл Кейс, он самокупаемый. Я думаю, вы все это прекрасно знаете. И надеюсь, что прямо сегодня Райвл Кейс... Ну ёлки-палки. Ну не подведи ты меня. Ну не опозорь. То есть мне парень дал аккаунт. И что я ему дам? Акер Карбон? Я ему дам Акер Карбон. Ну трындец просто. Только сказал, что не единая Рарки. И сразу же выпала Рарка. Надо, блин, говорить от обратного. Не единая Аркана не выпала. Вот сейчас, по идее, должна выпасть та самая Аркана. Ну я, по крайней мере, надеюсь, что это должно работать. И нам выпадает, опа, легендарочка. Уже хорошо. Так, я понял. Я понял методику, ребят. То есть вы поняли, да? Мы говорим то, что у нас не единые Арканы. Мы самый невезучий щелок в мире. И нам по-любому должно повезти. Возможно, вы скажете, что кем-то пока сумасшедший. Но да, так оно и есть. Поехали дальше. Так, Керамбитик Драглайс пролетел. И если статрек, то зашибумба. Ну, ах, блин, даже не статрек. Блин, ребят, ну это было неприятненько. Так, у нас осталось меньше половины кейсов. Всего лишь четыре кейса. Ребят, не сдаемся ни шагу назад. Так, ахалай-махалай. Это будешь ты. Попа, райвал кейс. Ну давай, ранюсенько. Вот райвал кейс мой самый любимый кейс. Потому что он чаще всего мне дает. Вот, пожалуйста, пожалуйста, дает ножи. Так, опять эпик. Не, ребят, сегодня просто хоть проклятие. Одни эпики. Но ничего страшного, у нас еще целых три попытки. Кстати, скорпион кейс тоже сам по себе на влеке окупаемый. Поэтому я очень надеюсь, что какой-то скорпион скретч. Да, ну, 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 ну пожи, 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 пожи. Да, базара 0, скорпион, ножи, они не самые красивые. Но их можно продать и купить любой нож, который нравится. А Керна, нет, нет, нет. Блин, ребята, две попытки. Ну, вот сейчас надо постараться просто. Пожалуйста, Стэн Лофт, ты понимаешь? Он с тобой уже 4 года этот парень. Или 3 года. Да хрен его знает. Он с тобой очень-очень долго. Пожалуйста, ради него. Ради олдфага. И что же? Ему выпадает, а ему выпадает АВМ, скретч и даже не статрек. Так, ребят, вот прямо сейчас последняя попытка. Фейбл Кейс. Вот Фейбл Кейс самый неокупаемый. Но, возможно, прямо сейчас мы разрушим этот миф. Давай, Фейбл Кейсик. Полетел! Давай, родненький. Так, нож бабочка. Хэштег нож бабушка. Нож бабушка. И нож бабушка дает нам легендарочек. Если он говорил, что я ни разу в жизни не открывал кейсы, братан. И не открывай их, потому что они не окупают. Ну что же, дорогие друзья. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Ну и если вы идея, чтобы я зашел именно на ваш аккаунт, то пишите мне в ВК и предлагайте ваши прикольные идеи. Ну что же. Всем удачи и всем пока.